Всем привет! Я, как и обещал, сделаю сегодня сравнение двух экшн-камер Sony IS-50 и Sony IS-300. Для этого мне понадобится вот такая маленькая колхозная приблуда, на которую я накручу камеры и просто буду снимать. Ну а вы уже по этим кадрам сравните, стоит ли вам покупать камеру Sony IS-50, либо раскошелиться и купить Sony IS-300. Съемку я буду проводить в хорошую солнечную погоду, потом я проведу съемку, когда уже солнце садится, и в конце мы посмотрим съемку в темное время суток, когда солнце уже совсем сядет. Кстати, если вы хотите посмотреть отдельный обзор по каждой камере, я в конце видео помещу на конечной заставке оба этих обзора. Отдельно по IS-300 и отдельно по IS-50. Ну что, погнали! Ну что, у нас светит солнышко, и вот как справляется камера при солнечном свете. Погода потрясающая. Дождика нету, правда ветер небольшой. Вот как камера справляется с световой гаммой, когда солнце сквозь дымку. Сравнение камер Sony IS-300 и Sony IS-50. Сравните стабилизацию видео на этих камерах. Стабилизация включена. Съемка в плохом освещении почти уже сумерки. У меня здесь есть кресло стужников. Вот какая передача идет с камеры. Фокусировка, детализация. Стабилизация двух камер. На АС-300 у нас оптическая стабилизация. На АС-50 у нас электронная стабилизация видео. Отключил оптическую стабилизацию на камере АС-300. И электронную стабилизацию камеры АС-50. Ну что, у нас теперь почти темно. И вот как две камеры справляются с плохим освещением. Ну что, я надеюсь, вам понравилось сравнение этих камер. Вы для себя что-то подчеркнете. Что-то, допустим, лучше в камере АС-50. Что-то, допустим, лучше в камере АС-300. В общем, если вы задумались над покупкой камеры и выбираете, что купить лучше. Sony АС-50 и Sony АС-300. Мое мнение, Sony АС-300 намного превосходит своего конкурента. Если вам понравился этот обзор, эти сравнения, вы подчеркнули для себя что-то свое, обязательно поставь лайк под этим видео и подпишись на канал. До скорых встреч. Пока-пока.